друзья всем привет добро пожаловать в мое новое видео сегодня я наконец-то начинаю записывать свое видео о коллекции сумок многие просили меня это сделать у меня все перелеты переезды времени нет сейчас у меня тоже не так много времени потому что мы собираемся идти в гости но в течение нескольких дней я надеюсь что я запишу это видео так что если будет меняться мой образ имейте ввиду что это видео я записываю не один день но сейчас немножко скажу о своих сумочных предпочтениях да на сегодняшний день я предпочитаю люксовые сумки может быть эта информация сейчас кому-то не понравится потому что тут одна подписчица меня просто атаковала своими сообщениями что я по ее мнению не пахала в жизни не знаю счета деньгам и не знаем цену и трачу деньги на сумке больше 15 тысяч евро ну сразу успокою что сумок за 15 тысяч евро у меня нет и даже больше 10 тысяч евро тоже да у меня были такие такое время в жизни что я не могла себе позволить люксовую сумку но на сегодняшний день если я могу себе это позволить то я себе это позволяю я достаточно себя люблю чтобы если у меня есть возможность купить дорогую сумку то я это сделаю но пределах разумного конечно в пределах своих возможностей и своего бюджета эти сумки значит у меня скопились в течение многих лет какие-то я продавала отдавала но от некоторых сумок я так и с ними не хочу расставаться они у меня уже много лет некоторые сумки у меня есть новые в этом месяце я продала 4 своих сумки люксовых и так знаете хорошо удачно продала так что моя коллекция уменьшилась на четыре сумки но все равно мне есть что вам показать а сейчас давайте я вам покажу свой образ я надела сатиновый топ от манго брюки зарана мне который я показывала вам в одном из видео о покупках пояс я вытащила из платья фэнди и кажется он сюда классно подошел сумочку я взяла от бренда гучи и на ноги я надела свои кеды о цен лоран у нас еще стоит хорошая летняя погода так что еще можно вот так вот ходить в таких летних образах но так как мы будем сидеть на улице я взяла с собой кофточку от zara так что накину если мне будет прохладно вот такой у меня получился бежево-белый образ который разбавляет только коричневая сумка от гучи из украшений на шее двойная цепочка от zara и жемчужные бусы тоже от какого-то бренда масс-маркет они сейчас не помню но они натуральные сережки у меня от бренда правда сейчас я их очень люблю и ношу эфиры в мир и надела на руки по браслету один браслет от фэнди это бижутерия и второй браслет от dior это уже золото всем еще раз добрый день и я знаете подумала что мы как делаем сначала я покажу вам люксовые сумки свои которые для меня для ежедневного использования которые я ношу в повседневной жизни потом скорее всего это будет другом видео я покажу свои сумки которые я использую для вечерних выходов это сумки как люксовых марок такие масс-маркета и затем наверное тоже еще уже в третьем видео я покажу вам сумки которые у меня не люксовые простых брендов которые я тоже очень люблю и ношу их с удовольствием ну сейчас я на буду по степени того как у меня эти сумки появлялись ну как я уже сказала каких-то сумок у меня уже нет наличии но на сегодняшний день самая древняя сумочка в моей коллекции это сумка от chanel это классическая модель сумки серебряной фурнитурой покупала я ее в милане лет десять назад ну знаете ношу ее не так часто потому что она не очень вместительная на самом деле не довольна я это сумкой в качестве в качестве качества потому что она у меня почему-то как-то выгорела я даже не знаю почему она мне находилась в пыльнике но каким-то образом вот эта вот сторона сумки стала светлее светлеть потом стала обтираться кожа хотя я достаточно аккуратный человек и бережно отношусь к вещам ну вот как-то с этой сумкой мне не повезло я не знаю все они такие или мне такая попалась бракованная потом вот здесь вот видите у меня вылезла из ремешка кожаная вот эта вот штучка чем нужно наверное ее отдать на реставрацию но в любом случае я эту сумку почему-то ношу не так часто использую ну не знаю возможно я ее продам уже задумывалась об этом следующая модель сумки это от бренда louis vuitton модель называется он мой сайт эту сумку я брала для того чтобы брать ее с собой в дорогу либо когда нужно что-то очень много с собой взять положить сумку она достаточно вместительная и имеет много отделений вот посмотрите нее есть два кармана по бокам потом она сама по себе объемная и внутри у нее находится один большой карман один карман под замком и два маленьких кармана куда я кладу сотовый телефон и у меня лежат во втором кармане ручки и какие-то там визитные карточки вот так что очень вместительная сумка единственный момент конечно что она не застегивается на молнию а имеет только вот такую вот застежку ну меня это не крутит потому что очень часто я сумки даже не застегиваю единственное что мне не совсем нравится в то что она достаточно тяжелая и когда нагрузишь ее какими-то своими вещами особенно если положить там допустим небольшую даже бутылочку воды косметичку там кошелек ну что еще что мы берем с собой какие-то документы то она прямо имеет такой ощутимый вес вот но зато много что сюда помещается потом здесь есть длинная лямка когда надо освободить руки вот и знаете очень хорошего качества я ее вообще ношу не берегу так сказать в дороге знаете всякое может быть нет никаких повреждений ничего нет единственное что здесь немножко облезла застежечка но так это от того что ее туда-сюда постоянно открываешь закрываешь вот потом мне очень понравилась цветовая гамма сочетание черного с коричневым плюс здесь еще темно-коричневый присутствует цвет и она ко многому подходит как к темным одеждам которые сочетаются с черным цветом да за счет коричневой вставки она сочетается с различными цветами которые хорошо гармонируют с коричневым оттенком так что сумка оказалась универсальной в этом плане по подбору ее к своим аутфитам вот так что вот такая купила я ее где-то по моему года четыре назад если я не ошибаюсь так что общем довольно пока не хочу от нее избавляться но в дальнейшем возможно я тоже ее продам с этой сумкой мне произошла казусная история я вам сейчас расскажу а вы пока посмотрите мои фотографии образов сумками которые у меня сейчас есть и которые так сказать меня покинули ближайшее время было это девятнадцатом году сумку эту я первый раз увидела в праге посмотрела ее на мне очень понравилось но не купила а потом нигде никак не могла купить эту сумку и вот перед рождеством мы отдыхали в германии поехали во франкфурт на шопинг я захожу в бетон и вижу эту сумку было много народу мы отстояли минут 40 в очереди в итоге я купила сумку мы уезжаем обратно в баден расстояние прилично ехать наверное часа два и каково же было мое удивление когда я открыла эту коробку сумкой а там была совершенно другая сумка во первых половину дешевле а во вторых модель которая мне совершенно никогда не нравилось так что на следующий день пришлось обратно возвращаться в магазин нас уже там ждали сумка была поменена и все закончилось хорошо следующая моя сумочка это от бренда хлоя вот такая вот милашка очень классной фурнитурой пришла она мне по почте то есть это был онлайн заказ на сайте мая тереза я заказывала но ношу я почему-то ее редко но не почему-то а конкретно потому что казалось бы такой простой цвет почему-то очень сложно вписывается мой гардероб не знаю и конечно момент что она очень маленькая очень маленькая сюда можно положить только карточки телефончик там маска если нужно салфетки влажные и все могут ключи от машины уже никакой кошелек сюда не влезет в общем ничего лишнего помада это и это максимум поэтому как бы я ее редко ношу я люблю чтобы у меня все всегда было под рукой не так много вещей конечно я ношу с собой но в любом случае эта сумочка мне маловато но несмотря на это мне на очень нравится есть у меня еще в коллекции вот такая вот сумочка это уже от бренда мио мио ну как называют до пельмешек или как я ее купила тогда когда стали модны вот такие вот от ботеги сумочки вот эти вот применение но мне не почему-то как-то не знаю не не нравится вот она других нравится когда они носят а себе бы я бы ее не хотела и вот я увидела умею его такую сумочку но она больше наверное такая даже тяготеет классической вот причем покупала я ее прямо пандемию мы там приехали вену по делам это был двадцатый год до конец двадцатого года и магазины там еще работали но уже вот-вот должны были закрыться рестораны уже не работали в общем тяжелое было время но сумочку я вот такую вот купила решила зайти в миу миу и увидела там эту сумочку приобрела очень она мне нравится вообще у них посмотрите какая классная цепочка прям такая я не очень люблю сумочки на цепочки потому что они на самом деле в плане носки как-то перетирают плечо на кожу как-то не знаю не совсем приятно до холодная цепочка но эта цепочка такая красивая что я не прощаю все вот и знаете она такая кажется миниатюрной но за счет своего вот такого пухлого объема у меня получается что все что мне необходимо помещается в нее и кошелек и карточки и даже косметичка влазит сюда то в общем такая вот маленькая да удаленькая сумочка и она конечно мягенькая хорошая кожа такая очень очень приятная вещичка потом еще в ней нравится вот такая вот застежка знаете она магнитная раз она открыта не останется вот всегда вот так вот как кошелечек и здесь вот такой деликатный логотипчик видите написано мил мил можно сказать это одна из моих любимец есть еще у меня вот такая вот сумочка от селин это классическая модель по моему я делаю распаковку этой сумки в каком-то из своих видео так что кто смотрит мне давно могли видеть вот ну я даже не знаю что можно много сказать об этой сумки эта сумка по моему на все времена из моды она никогда не выйдет мне очень нравится вот такая вот застежка такая педалька много здесь отделений очень много сейчас это просто огромная редкость надо сказать чтобы в сумке было столько много отделений вот но момент что она конечно не очень вместительная дорогу вы ее с собой не возьмете хотя кажется она принципе такая объемная но за счет своей структурированности она много не вместит себя просто не закроется застежка вот но на обычный день да вполне она подходит мне она нравится я не тоже люблю она очень элегантная такая то же время за счет такой своей формы она не и не официальная да но сумка конечно высший класс здесь идеальная кожа я вообще вижу марку селин как знаете люкс из люкса best of the best что называется шикарная кожа не знаю ее приятно держать в руках я когда пришла в магазин я в общем-то думала между этой сумкой и сумкой от dior похожей модели но более современной вот ну когда я пришла магазин селин я взяла ее в руки и реально я думаю вот это это то что называется люкс ее приятно даже держать в руках настолько она не знаю это нужно ощущать я не могу описать свои ощущения но они приятные вот и она очень легкая прям меня удивило то что она прям супер супер легкая сумочка вот тоже я ее люблю ну сейчас я ее летом не носила потому что мне кажется носите больше подходит для осени и зимы потому что у нас лето здесь довольно жаркое чаще всего мы носим светлые острые какие-то одежды и конечно такая модель сумки вы сдержанная не совсем подходит к таким аутфитом но сейчас я ее уже достала и буду носить с большим удовольствием еще одна моя сумочка это сумка от бренда gucci эту сумку вы тоже могли видеть в распаковке как раз эту сумку мне подарил на новый год мой муж ну как я ему предварительно сказала что хочу такую сумочку но и он пошел купил и положил нее под елочку тоже похоже модель да на сумку от бренда celine это тоже классическая модель мне нравится что в этой сумочке вот такой вот ремешочек классно она вот так вот носится на плечо вот видите здорово я люблю так носить сумки конечно ее можно отстегнуть и сделать подлиннее но мне нравится ее так вот носить классическая фурнитура gucci да и их канван с логотипом приятная расцветка эти сумки во многих расцветках есть даже есть по-моему джинсовые но мне вот эта расцветка понравилась тоже знаете вот коричневое оттенок коричневую рознь эта сумка очень легко вписывается в мой гардероб я ее часто ношу кстати хорошего качества я ее ношу но она выглядит у меня прям как новая да застегивается она просто так и все в ней тоже достаточно много отделений что мне тоже нравится вот ну что еще вам сказать про эту сумочку тоже ее люблю в принципе я люблю все свои сумки если бы я не любила я бы от них избавилась уже потому что я не люблю когда у меня лежат какие-то вещи и я их не ношу годами мне прям это нервирует и я хочу срочно срочно их либо отдать либо продать если не продается значит отдать чтобы это все не висело и не хламилась вот так что эту сумочку я тоже свою обожаю есть еще у меня вот такая вот сумочка это от бренда фенди симпатичная такая моделька красивая тоже золотистая фурнитура она вот так вот расстегивается застегивается это практически можно сказать новая у меня сумка здесь видите подкладка с логотипом она имеет еще вот такого длинную длинный ремешок но я его не ношу мне нравится ее носить именно вот так вот в руках как клач тоже знаете эта сумка сложно встраивается мой гардероб из-за цвета вот та вот коричневая просто а вот это вот очень сложно потому что она такой оттенок знаете немножко как не знаю рыжит она видите или желтит знаков правильно назвать вроде бы и коричневый тоже но достаточно сложный цвет который сложно писать в мои аутфиты вот хотя она мне нравится я ее хочу носить хочу носить много и часто но как-то не получается но буду как-то не знаю устраивать и она вместительная тоже вместительная за счет того что она вот она мягкая и внизу она достаточно объемная у ней конечно нет никаких кармашков ничего принципе она оригинальна до своей вот такой формой не она нравится буду стараться носить не чаще следующая сумочка это фурла вы могли тоже эту сумочку видеть мои распаковки купила ей себе на лето хотела именно такую какую-нибудь белую сумку но недорогую и мне вот эта сумочка очень понравилось сначала я купила своей дочке на день рождения такую сумку оранжевого цвета кстати она носит ее с удовольствием до сих пор вот и мне она понравилась понравилась своей формой я вообще такую форму люблю но причем она и сейчас достаточно актуальна и я подумала почему мне не купить такую белую сумку заказала ее на официальном сайте фурла мне нравится здесь фурнитура то что она такая двухцветная вот ну и достаточно приятная сумочка я ее проносила летом носила часто в общем то она хорошо себя вела каких-то таких повреждений нет кожа она из натуральной кожи кожа тоже хорошо себя чувствует тоже нет где никаких ни царапин ни повреждений каких-то особых конечно следы носки есть но что какие-то такие сильные заметные нет она немного в себя вмещает эта сумка тоже кошелек уже сюда влазит большим трудом ну на лето я не знаю с летними какими-то платьями с летними одеждами мне нравится и опять же мне нравится то что ее можно вот так вот на плечо повесить и носить ты кстати очень удобно как бы и сумка у тебя всегда близко к телу и руки свободны и сейчас я покажу вам свои две самые дорогие сумки так что слабонервным прошу не смотреть на самом деле это шутка и я думаю что и на этом я закончу демонстрацию своих сумок лучше я разделю видео на несколько и следующих покажу все остальные значит одна из моих дорогих сумок это сумка от эрмес сумка келли купила я ее не в бутике потому что ну знаете у меня нет абсолютно никакого желания выпрашивать в этом магазине сумки я не так ее страстно хотела чтобы терпеть вот эти какие-то на мой взгляд немножко даже унижение вот и эта сумка появилась у меня совершенно случайно можно сказать это у моей подруги знакомая а у знакомой знакомая продавала эту сумку она была новая вот но она решила ее продать ей что-то не подходило то ли цвету то ли что то ли в общем уже сейчас не помню что-то ей не нравилось вот и мне предложили вот эту сумку не на понравилось но как бы сначала я подумала что цвет немножко такой сложный и мне будет его сложно встраивать но оказалось нет вообще отличный цвет очень ко многому мне подходит и вообще сумка оказалась очень-очень классными хорошее качество кожа вместительная то есть размер такой оптимальный то есть она не и не маленькая и небольшая мне нравится то что она мягкая очень много сюда что вмещается и я ее чаще всего беру в дорогу вот ну знаете я не люблю трястись над вещами и я ее использую абсолютно как все свои другие сумки но тоже люблю за из ее функциональность правда очень функциональная сумка что там у нас два кармана вот так вот есть тоже такой же длинный ремешок когда нужно освободить руки но я ее предпочитаю больше конечно носить за ручку и последняя моя каждодневная сумка это сумка от бренда шанель это самый большой размер grande модель 255 она золотой фурнитурой мне именно хотелось такую сумку золотой фурнитурой и кожи я выбрала лэмп есть она еще в коже и краном что там как-то не знаю мне кожа икра почему-то не нравится хоть и она более надежная более практичная ну не знаю мне нравится и и купила я ее не так давно купила я ее год назад эту сумку причем муж кажется тоже случайно купила сначала я долго хотела эту сумку и хотела именно большую потому что я хотела сум такую сумку шанель чтобы я с ней могла ходить постоянно не так вот как-то маленькая то есть все равно просто так каждый день с ней не походишь не помещается кошелек не помещается то не помещается все поэтому я хотела именно себе вот такой вот большой размер ну и мы в прошлом году как раз летом были в италии были в милане и зашли в магазин шанель и я спросила продавца эту сумку она мне показала горит на их наличии нет и так как бы такой дефицит там все такое я смотрю эту сумку примеряю муж говорит ну что ты крутишься вертишься нравится бери эту сумку я говорю ее нет в наличии это мне дали просто посмотреть то есть человек он даже не понимал что бывает такое что вот такая дорогущая сумка может быть дефицитом он где так подожди я пойду продавцу подходит и говорит эту сумку можно приобрести нет ее нет наличия просто вот показываю чтобы там вы посмотрели не понял ну ладно вот а я ему еще до этого говорила что вот хочу такую сумку но ее купить невозможно да ну как это вообще такое может быть вот пошли сейчас в милане в магазин шанель зайдем и типа все будет нормально ну конечно же было все ненормально сумку нам не продали вот и потом на читаю я через какое-то время уже по моему осенью до осенью мы были в барселоне и там тоже есть магазин шанель и я зашла в магазин шанель захожу и смотрю девушка смотрит эту сумку такую как я хочу но я делаю вид что я как бы ее не хочу так посмотрела обратила внимание прошла мимо смотрю все остальное вот там поднялась наверх посмотрела одежду спускаюсь девушки нет ну и я говорю а можно эту сумку посмотреть да вы посмотреть можете но она зарезервирована эта сумка девушка ее забирает ну блин ну надо же какая ерунда вот так вот прям вот можно сказать ушла из под носа вот но и продавец оказался такой любезный в основном шанель как бы продавцы не делают отправок по почте а тут он говорит ну вот если хотите эта сумка к нам придет через два дня если хотите можете сейчас оплатить и я вам отправлю ее на домашний адрес ну конечно же я согласилась говорю да 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 я хочу вот и все мы оплатили эту сумку и этот парень был такой любезный и прислал мне эту сумку по почте так шикарно красиво запаковано кстати у меня есть видео распаковки я ее его не выкладывала вот если я найду я ставлю после своих сейчас слов видео распаковку этой сумки в общем и знаете вот в отличие от той сумки которая у меня была шанель которую вам показывала ну не была есть шанель которую вам показывала первая эта сумка оказалась вполне хорошего качества то было явно бракованная наверное из какой-то бракованной кожи сделано как я уже сказала она очень вместительная поэтому я ее беру с собой в дорогу она уже была очень во многих путешествиях со мной и не царапается ничего хотя это кожа достаточно нежная но с ней все в порядке в общем я довольна этой сумкой но сейчас думаю что найду видеораспаковки и ставлю вам ну и на этом я думаю буду заканчивать свою историю о сумках продолжу в следующих видео так что буду с вами уже прощаться потому что я сейчас иду опять собирать чемоданы потому что завтра я уезжаю в португалию так что я надеюсь что следующее видео у нас будет из португалии посетим думаю что новые места вот так что до скорых встреч в португалии всем пока что и 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